С 1945 по 1955 годы Петрозаводск пережил свой золотой век в архитектуре. И одной из вершин архитектурного творчества является здание городского вокзала. Главной улицей Петрозаводска до середины 20 века значилась улица Нагорная линия, позднее Мариинская улица и ныне проспект Карла Маркса. Разговор о Петрозаводском вокзале архитектор Елена Ициксон начала с определения главной улицы города. Согласитесь, как это верно, рассуждать об объекте в общей архитектуре, а не о здании как саму по себе. Это большая беда Петрозаводска, когда здания строятся сами по себе. Вот даже новое здание гостиницы на площади Гагарина построено без уважения к архитектурному памятнику. Посмотрите, гостиница строится явно выше, чем вокзал, и это уже неправильно. Даже стоящая сбоку хрущевка карнизом своим не превышает карниз вокзала. Но об этом мы поговорим позже. Итак, разговор о главных улицах города. Ваше первое определение, что главная улица – это бывшая Мариинская, нынешняя Маркса. Да, конечно. Соединяющая две площади, да? И определение главной улицы – это именно соединение двух объектов. Двух пространств. Двух пространств. Больших городских, значительных городских пространств. Ну вот в том случае это соборная площадь. Да, именно должны быть значительные городские пространства, которые играют большую роль именно в самом городе. Тогда, когда Мариинская у нас, ну мы ее называем Мариинской, она стала сильно позже, чем уже приобрела такое главенствующее значение на карте города и вообще в самом городе. Она же была на горной линии. То есть это была трасса Петербургского тракта, еще от Петровских заводов. То есть по этому обрыву шел Петербургский тракт. Не забывайте, что пристань тогда были главные ворота, в отличие от железной дороги. У нас железной дороги не было. И пристань играла очень большую роль, как окно в мир, окно в Россию, вообще вовсю. И связь с Петербургом, связь со всеми ярмарками, со всеми ресурсами. Все на пристани, все. То есть там была главная дорога вплоть до 19 века, до начала 20 века. Там было лицо города, поэтому и, естественно, на горной линии, впоследствии Мариинская улица, это была главная улица Петрозаводска, ну, вплоть до войны, Великой Отечественной. Вот мы плавно перешли к нынешней главной улице. К нынешней главной улице. К проспекту Ленина. Да, к нынешней главной улице. И она не стала главной, хотя там уже были очень важные здания. Северная гостиница стояла там. Да, там был дом специалистов, там был дом пограничников, там был дом, который на Ленина 13. Теперь у него раньше был другой номер, потому что домишек было много маленьких, номера периодически менялись. И там был педагогический институт, впоследствии ставший университетом. Здание правительства, тогда техникум. Да, финансово-экономический техникум. Он строился, да, как финансово-экономический техникум. Так и все равно это не была главной улицей. Она была назначена главной улицей, назначена. Через имя, через Ленина, да? Через имя, через строительство там каких-то зданий. Но все равно главной улицей считался проспект Карла Маркса. То есть не перебить было чиновникам, да? Не перебить, потому что проспект Карла Марса градостроительно был закреплен. У него было начало, у него был конец, у него были две эти площади. Площадь Кирова к тому времени и площадь Ленина. И с точки зрения градостроительной улица имела и начало, и конец. И связывала пространство. И вот, Елена Евгеньевна, и вот когда город поверил, что это главная улица, когда свершилось то? Когда свершилось? После войны Петрозаводск получил новый генеральный план в 1946 году. И новый начальник управления по делам архитектуры Дмитрий Маслемиков, он озаботился тем, чтобы вокзал, который должен был новый быть построен на месте старого, вот там, где сейчас станция товарная, был перенесен вот сюда на ось. Он был хорошим градостроителем, планировщиком. У него был большой опыт, и он, естественно, знал, что главный проспект должен иметь такую доминанту в начале, в своем, с которой бы он заиграл и стал бы главным уже в градостроительном смысле. Елена Евгеньевна, вот вы говорите, главная улица соединять должна два пространства существенных. Да, да. Вот какие эти пространства являются у проспекта Ленина? У проспекта Ленина это площадь Гагарина нынешняя, тогда привокзальная. И, естественно, наша главная радость это... Озеро. Озеро, да. Хорошо. А вот площадь Гагарина, может быть, надо говорить не площадь Гагарина, а все-таки вокзал? Ну, дело в том, что каждое здание должно иметь вокруг себя ансамбль. Каждое здание, лидер, оно должно иметь аккомпанемент соответствующий. И вот вокзалу, посмотрите, как ему к лицу вот эта полукруглая площадь. Но только не такая пустынная, как сегодня. Ну, возможно, да. Возможно, здесь немножко... Она не так осуществлена, как планировалась и проектировалась именно вот тогда. Здания, которые вот сейчас полукругом стоят, 37-38 на проспекте Ленина, они должны быть более помпезными. На заворотах, на поворотах к проспекту Ленина по углам должны быть такие бельведеры небольшие, то есть небольшие повышения. Не доработали? Дело в том, что эта площадь и вокзал, они попали на постановление об излишествах в архитектуре. И вы знаете, какой ужас? Был приговорен шпиль. Его не должно было быть. Потому что уже наступило время, когда эти бесцельные, пустые траты архитекторов должны были быть изничтожены и с ними должно быть покончено. И его спасло только то, что заказ на размещение этого шпиля уже был осуществлен. Шпиль лежал готовый к монтажу. И, ну что, выбрасывать? Ну, не выбрасывать. Ну, вы представьте себе, без шпиля наш вокзал. Я не представляю. И я не представляю. Елена Евгеньевна, вот, скажем, телезритель может понять, кто помнит здесь голубые ели на этой площади. И вот тогда она действительно вкусно смотрелась. А сегодня это пустырь, на который тут даже, если вспомнить, каких-то оленей пытались ставить. Чего только не пытаются. Ну, я думаю, что, может быть, надо было не так резко сносить. Эти ели, вообще, в принципе, они не очень долго живущие. И они потом приобретают уже некрасивый вид. Ну, вы представляете, площадь ленина без елей. Они стали лысы, да. Но вот мы видим, что сейчас здесь есть посадки новых елей. Но когда они вырастут? Ой. Когда они вырастут, я не знаю. Потому что сейчас, конечно, экологическая ситуация, с транспортом ситуация, она более напряженная, чем была тогда, когда росли прежние ели. И как эти ели справятся с этим, вырастут, насколько быстро, трудно сказать. Кстати, интересно взглянуть в будущее. Где же будет главная улица 22 века? И подсказку нам дает строительство здания Верховного суда. Обратите внимание, здание уже строится на другой оси, на оси параллельной озеру. Так что, возможно, главной улицей города в 22 веке станет нынешняя улица Варкауса, соединяющая в будущем дорогу на Колу с историческим центром Петрозаводска. Там же находится аэродром, как, возможно, более перспективная транспортная линия. Вот и замкнется технологическая цепочка. Сначала водным путем развивался Петрозаводск, с советских времен железнодорожным и в будущем по воздуху. Важным акцентом в нашем разговоре должно быть решение Дмитрия Масленника, а точнее его пробивная сила, революционная, насколько я понимаю, с ваших слов. Потому что добиться от железной дороги, чтобы они поменяли место вокзала, это, наверное, мало кому удавалось. Это мало кому удавалось, потому что Министерство путесообщения на ту пору, даже когда я училась в 70-е годы еще, и у нас читался курс транспорт, так называемый, нам все время говорили, что МПС – это... Государство в государстве. Это такая структура, с которой очень трудно. У нее действительно серьезная функция – это связь транспортная по всей стране. И железная дорога – это уважать надо все равно. Поэтому с ними трудно. И в данном случае Масленников... А в советское время тем более, когда не было альтернативы другой. Дело в том, что Масленников очень грамотно поступил. Он, во-первых, это предложение внедрил Гипрогуру, который проектировал генеральный план Петрозаводска послевоенной, как идею. Как идею он внедрил. Потом он вышел с предложением устроить всесоюзный архитектурный конкурс на решение центра города Петрозаводска. Именно центра. Каким образом видится центр? И он уже не был... Эта центральная часть где-то... Либо на какой-то площади, либо на улице Карла Маркса, либо еще где-то. То есть он затеял линейный центр, длинный центр такой. Начиная от городских ворот, которыми является железнодорожный вокзал, через главную улицу по системе улиц центральных, это улица Энгельса на отрезке от проспекта Ленина до площади Ленина, потом проспект Карла Маркса и площадь Кирова. И там в завершении он ставил дворец Советов, который не состоялся потом. Но вот эта грандиозная система и схема вот этого линейного центра, она, конечно, уже вот то, о чем вы говорите, третья в 22 веке улица. То есть это было тогда революционным решением именно для продления вот этого центра, для развития его. И вот мы подошли к разговору об архитектурных особенностях вокзала. И, конечно, первое, о чем надо говорить, о городом шпиле, высущемся над городом. На многих вокзалах делается шпиль. На многих вокзалах. Это посмотреть, если вокзал советского времени, то это действительно шпиль, это, ну, вот, традиционное такое явление. На речных вокзалах, на железнодорожных вокзалах. На речных это тоже важно, потому что шпиль, он как-то виден сразу, он привлекает к себе внимание. То есть вот здесь вокзал. Но у нас-то он не просто традиционный. У нас он не просто традиционный. Я вот когда смотрела фотографии Петропавловской нашей новоманерной церкви, я усмотрела в пропорциях какие-то соотношения между шпилем, между бельведером вокзала и вот этой ступенчатой композицией всей новоманерной церкви. Граней-то столько ведь? Я... Такое же количество граней? Граней похоже, да. Восьмигранная. Бельведерчик, потом еще один бельведерчик с колоннами. То есть эти пропорции, я думаю, что Ципулин, конечно, знал эту картинку, фотографию или открытку с нашим Петропавловским собором. Может быть, его местные архитекторы к этому сподвигли. Да. Впервые названа фамилия архитектора. В 1955 году вокзал, автором которого стал ленинградский архитектор Ципулин, вступил в строй. И очень важно, что этот архитектор попытался создать проект, который бы вторил утраченной Петропавловской церкви. Елена Евгеньевна, давайте это сравнение с Петропавловской церковью проведем полностью. Вот начиная сверху, где звезда и венок. Она же вторит Петропавловской церкви. Там же был маяк. Да, там был маяк. Но он, по-моему, был не на самой макушке. Он не на верхнем ли ярусе был? Честно говоря, я не помню. Я так понял, что он был на самом верху. Иначе, ну, смысл маяка... А залезть туда? Так оттуда, как залезть сюда? Точно так же залезали умельцы и по вот этому шпилю. Теперь, хорошо. Второе. Вот шпиль. Ведь потрясающе длинный. Длинный, да. Такая игла. Ведь эту пропорцию ведь почему было вдвое короче не сделать? Нет, человек ведь очень метко угадал с длиной. Нет, но вы знаете, когда архитектор рисует фасад, он, естественно, пропорционально-то мыслит. Архитектор, знаете, уже... Объясните нам пропорцию длины этого шпиля по отношению к зданию. Вот как она понимается? Дело в том, что здесь идет к массе здания. Вот сама масса. Когда архитектор рисует фасад, он разбивает его на какие-то фрагменты, на какие-то части. Он выстраивает симметричную композицию. И это даже идет на уровне чутья. Вот это идет на уровне чутья. Хорошо. Понимаете? А потом только он меряет. Хорошо. Сколько у него там получилось. Но вы ведь не возражаете, что гениальная длина шпиля здесь, да? Здесь все соответствует. Все соответствует. Все соответствует. Пойдем дальше. Гармоничный фасад. Вот дальше вот это вот небольшой фрагментик, я не знаю, как вы мне сейчас подскажете, восьмигранный. Вот он такой, как пожарный. Как коллогой. А, ну это тоже, это относится... К бельведеру, да? Это тоже называется бельведером. И вот эти вот части все. Все, которые возвышаются над кровлей, над фасадом здания. Скажите, ведь он же тоже вторит многоступитель. Его можно назвать барабаном, потому что у него нет колонн. Как правило, принадлежностью бельведеров являются колонны или трехчетвертные колонны. Хорошо, барабан. Для нас это принципиально, что в этом барабане? Это то, что он граненый. А граненый, это опять то, что он вторит вот с Петра. Да, да, это нас подводит. И потом это плавный переход самого шпиля к кровле, вот такой, ну, практически по дуге. Вот ширина шпиля, она немножко уже, а потом он так вот юбочкой такой вот расходится туда. Ну вот, по крайней мере, этот барабан. Вот это очень петровское такое. Потом, как вы говорите, вот это аттик, да, где лепнина. Да. И вот он же тоже ступенчатый. В центральной части, в центральной части как раз пропорции все именно вот. Очень четко идут. Да, они очень четко идут, и они поддерживаются вот уже в уровне первого, второго, третьего этажей на главном фасаде в центре. Вот этими вот стекленными между колонными пространствами, которые в архитектуре именуются еще вот эта ниша. Лоджиями, так называемыми. То есть, если абстрагироваться от всего и отбросить правое и левое крыло, то мы увидим именно вот эти пропорции в чистом виде. Пропорции утраченного городом исторического храма. И за это архитектору большое спасибо. И пусть эта деталь наведет вас на мысль, как в городе Петрозаводске закодирована его история. Храма Петропавловского нет, но высится другой шпиль и продолжает служить маяком для приближающихся к городу кораблей. И здесь же надо провести еще одну важную для города параллель, которую нашла архитектор Гелена Ицексон. Это сравнение площади Гагарина, то есть привокзальной площади, с главной площадью города, площадью Ленина. Понимаете, если у нас неоклассицистическое здание вокзала, то оно по всем канонам городостроительства и неоклассицизма, и классицизма, на который, в общем-то, был обращен этот стиль, оно должно иметь возле себя какую-то соответствующую симметричную же и площадь. И вот эта площадь, она вот здесь решается именно таким полукругом, потому что, ну, я думаю, что можно было, конечно, и прямоугольную площадь, но так как здесь у нас идет еще поперек движение улицы Красноармейской, улицы Шотмана, то перетекание вот этой площади Гагарина в главный проспект вот именно такими полукруглыми домами, это очень ложится тоже на классицизм. А есть еще любопытная деталь. Это на круглой площади находящиеся две кардегардии, да? Да. Они здесь тоже имеют место? Они, можно сказать, имеют место быть, потому что тогда кардегардии обозначали въезд в город, это был край города, почему они там такие маленькие остались. А здесь аналоги этих кардегардий я вижу вот в крайних резолитах на главном фасаде. Вот они тоже являются своего рода кардегардиями, они оформлены как классические кардегарди с двумя колоннами вот в этих узких лоджерах. То есть резолиты – это вот эти флигеля? Вот это крайние, да, самые крайние выступы. И вообще мне хочется сказать, что при большой длине этого здания, это очень длинное здание, то, что оно разбито вот центральным таким резолитом широким и достаточно сильно выступающим сюда вперед, и маленькими, и крайними, оно не кажется длинным, монотонным, нудным, работает именно… И одновременно значительным кажется. Да, оно кажется значительным, оно работает на всю композицию. А еще одну параллель, если можно, Лена Евгеньевна, а нет ли здесь параллели с Адмиралтейством в Санкт-Петербурге? Да, может быть, и есть, потому что Ципулин же ленинградский проектировщик, а в Ленинграде, в Петербурге воспитывает архитектура. Ну, окна высокие, потому что за ними находятся такие высокие помещения. Там у нас зал ожидания, там у нас, по-моему, ресторан, да. У нас вообще таких высоких помещений больше в городе ведь нет, да? Наверное, даже нет. Ну, есть у нас фойе в театре. Почему? Ну, меньше фойе в театре. Муздрам-театре. Вы думаете, оно такое же высокое? Ну, наверное, оно же высокое. А вот под шпилем вот эти высокие окна, там же внутри у нас вообще трёхцветное пространство, то есть оно на три этажа. Там у нас лестница, там у нас галерея с балюстрадой, там у нас колонны посередине тоже, по периметру, вернее, это центральное подшпилевого пространства. Поэтому это должно, естественно, находить своё выражение на фасаде. То есть там есть такие пространства. Елена Евгеньевна, и последний вот к вам вопрос по внешнему виду, это по лепнине и по цвету. Вот лепнина, это ведь уже классика для нас такая лепнина, да? Это в том же стиле, в неоклассицизме, который был распространён у нас в конце 40-х и первой половине 50-х лет, это совершенно нормально. И вот эти коринфского ордера, колонны, они, естественно, нашли тут своё место. И внутри, и снаружи. Позволяет ли вам зрение увидеть на гербе какие буквы? Там, по-моему, написано РСФСР. Вот, по-моему, тоже. Почему РСФСР, ведь это интересно, да? Да, сегодня останови на улице, и тебе только через одного смогут перевести эти буквы. Аббревиатуру-то. Вы оптимист. Я не думаю, что через одного. А, вы думаете, что ещё меньше, да? Ещё меньше. Но вы знаете, что не отметили на фасаде? Вот обратите внимание, вот там, где написано вокзал, справа и слева, на этом атике, у нас верстовые столбы. Так вот это что! Столб – это вообще начало. Всегда считалось в городе. Вот прелесть говорить со специалистом. А я не знал, как назвать эти торчащие вот эти стелы. Это обелиски, которые, в общем-то, верстовые столбы. Это здесь символизируют верстовые столбы. Слушайте, а раньше-то верстовой столб где был? Он на другой главной улице был. Раньше был верстовой столб вообще всегда в городах первый. Губернский. Где был верстовой столб? Губернский всегда у почтовой конторы. То есть он стоял на месте нынешнего памятника Ленина? Нет. Почтовое отделение у нас было на… Циркульная площадь называлась. Не-не-не-не-не. То, что была вот дырочка циркуля, был этот верстовой столб. Нет. У нас там не было верстового столба. У нас, потому что там никогда не было почтовой конторы. А почтовое отделение и контора наша была главная. Ну, сейчас, скажем, на клумбе между… у парижанки. Парижанок много в городе. Ой, правда, много. Так, это улица Дзержинского и проспект Карла Маркса. Ага. У нас даже есть фотография. Вот здесь был верстовой столб. Вот там он оттуда и считался. Ну, по крайней мере, на улице Нагорной, да, нынешний Маркс, состоял верстовой столб. И вот новая главная улица, и вот тебе аналог верстовых столбов, они теперь вот здесь. Они здесь символизируют, как, ну, начало дорог всех, которые идут уже от Петрозаводска. Заканчивая наш разговор, очень интересно у вас спросить по поводу вот нового слова в архитектуре города. Теперь площадь наша замкнулась вот такой гостиницей. И дайте свое просвещенное мнение и суждение по поводу этого здания. Дело в том, что по проекту вот этой площади здесь все время предусматривалось именно здание. Не тот холодильник, который когда-то стоял долго. И раздражал весь город. Он очень близко вышел, и, в общем, площадь у нас была недоделанная все время. И здесь должно было быть все-таки здание. Оно появилось. Оно появилось. На градостроительных советах, на которых рассматривались варианты вот этого нового объекта, указывалось, что оно не должно быть выше вокзала. Оно должно быть не выше, по крайней мере, вот того здания жилого, который симметричный ему. Площадь симметричная. И они, если брать крышу этого здания, они выдержали условия. Если брать конек, да, но мы обычно, обыватели, мы обычно, обыватели, воспринимаем здание до карниза. Потому что вам там до этой крыши... А карниза не превысили. Да, да. И тот проект, который согласовывался, который рассматривался, он был на этаж ниже. И здесь надо сказать, что это в каком-то... Это неправильно. Это неправильно. Может быть, давайте скажем, это правильно, но тогда перестройте нам вот это убогое здание, которое... Не надо. У нас здесь самым главным является вокзал. Так. И вот то здание не вышло выше вот этих боковых изолитов оптически. И оно достаточно, да. Оно уважает здание вокзала, которое на данной площади никто не будет спорить, что оно является главным. А это немножко не уважает. А это вышло. Редактор субтитров А.Семкин